В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. К 60-летию Атомного Ледокольного Флота России во Дворце Детского Творчества подвели итоги фестиваля Артатом Сити. Мисс СПТ-2019 в Политехникуме имени Музрукова прошел конкурс красоты. Победа в трех номинациях. Народный и хореографический коллектив Гелла стал нуреатом в фестивале детского и юношеского творчества. Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородская область переходит на цифровое телевидение. Оно придет на смену устаревшему аналоговому вещанию. Всем жителям региона будут доступны 20 цифровых каналов без какой-либо абонентской платы. Отключение аналогового вещания в регионе запланировано на 3 июня 2019 года. С этого времени все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, будут доступны только в цифре. Отключение аналога никак не повлияет на абонентов кабельного телевидения. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов «Мультиплекс». Цифровой сигнал «Не боится помех в эфире» позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео для перехода на цифровое телевидение, Ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Подведены итоги муниципального этапа фестиваля изобразительного творчества «Арт Атом Сити». Свою работу на конкурс представили 92 участника, среди которых воспитанники детских садов и ученики школ. Жюри фестиваля выбирали победителей призеров в нескольких номинациях и возрастных группах. Юные художники посвятили свои картины 60-летию Атомного ледокольного флота России. На одной из работ творческого конкурса изображен портрет Василия Негонова, главного конструктора первого в мире атомного ледокола «Ленин». Автор рисунка десятиклассницы из третьего лицея Надежда Чекалдина увлекается изобразительным искусством и историей. Работу на фестиваль «Арт Атом Сити» художница выполнила в графике. Картину с изображением атомохода и его создателя жюри фестиваля оценила высшими баллами. Так как я увлекаюсь историей, мне было вдвойне интересно участвовать в этом конкурсе, потому что, готовясь к нему, я читала статьи о атомных ледоколах, о создателях, и узнала очень много интересного для себя. В фестивале изобразительного творчества приняли участие 92 человека. Как отмечают организаторы, особую активность проявили самые юные художники – воспитанники детских садов. Для учеников художественной школы определили специальную номинацию. Все ребята, безусловно, талантливые, все замечательно рисуют. Отбирали по нескольким критериям. Это первая сделанность работы, сюжет, чтобы соответствовать заданной теме. Ну и сложность, наверное, исполнения, потому что это тоже имеет значение. Фестиваль изобразительного творчества «Арт Атом Сити» проходит в рамках проекта «Школа Росатома». В нем принимают участие начинающие художники из городов в присутствии госкорпорации. Фестиваль посвятили 60-летию со дня спуска на воду первого атомного ледокола «Ленин». Привлечь детей к изучению истории, чтобы они узнали, что такое атомный флот, какие бывают те же ледоколы, почитали какие-то книги, либо им что-то рассказали. Раскрыть свои творческие способности, показать свое умение в рисовании – это очень важно. Призеры и победители фестиваля получили фирменные кепки с логотипом «Росатома» и подарки от спонсоров. Лучшие работы отправятся в Заречный на следующий этап конкурса. С 1 апреля по 15 июля в нашем городе пройдет первый этап общероссийской антинаркотической акции. Сотрудники полиции вместе с представителями образования и здравоохранения проведут мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота и употребление наркотиков среди подростков и юношей, достигших призывного возраста. В рамках акции будут проводить занятия по военно-патриотическому воспитанию, повышению правовой грамотности среди молодежи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 1 апреля в России стартует весенний призыв. Он продлится до 15 июля. За этот период в различные виды вооруженных сил планируют отправить около 3000 молодых людей из Нижегородской области. Каждый третий будет проходить службу в элитных подразделениях. В президентском полку, в воздушно-десантных войсках, подразделениях спецназначения Министерства обороны. 20 нижегородцев направят в научные роты. На протяжении всего весеннего призыва в Нижегородской области будет работать горячая линия. Свои вопросы граждане смогут задать по телефону 8 831 419 79 14. Саровчан приглашают на встречу с театральным художником Ириной Гончаровой. 2 апреля в художественной галерее она расскажет о своих проектах, а также поделится взглядами на современные модные тенденции. В среду 3 апреля Ирина Гончарова проведет мастер-класс по изготовлению и декорированию дамской шляпки. Более подробную информацию можно получить по телефону 702 87. 14 апреля в Сарове пройдут соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти Владислава Кугукина. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от пола и спортивного разряда. Юные спортсмены будут соревноваться на дистанции 500 метров. Для взрослых пройдут забеги на 3 и 6 километра. Соревнование откроется 14 апреля в 10 часов утра на дороге к водозабору. В Саровском политехникуме прошел традиционный ежегодный конкурс красоты. За звание Мисс СПТ-2019 боролись 7 конкурсанток – студенток первого и второго курсов. Девушкам предстояло пройти несколько испытаний, представить визитку, продефилировать в вечерних нарядах и поразить жюри своим кулинарным шедевром. Подробности в следующем репортаже. Первым этапом конкурса стало дефиле в деловых костюмах. Затем пришла очередь визитной карточке, во время которой конкурсантки рассказали о своих сильных сторонах, мечтах и увлечениях. Затем последовало дефиле в вечерних платьях, а завершила конкурс интеллектуальные испытания. Студенткам нужно было ответить на вопрос о том, что такое родина, счастье и любовь. Я считаю, что эти конкурсы нужны для того, чтобы развить стилинический талант и показать остальным, на что способны другие участники. Валерия Борисова по итогам всех испытаний завоевала титул «Мисс Креативность». Девушка учится в техникуме второй год, однако только сейчас решила попробовать свои силы в конкурсе. Я в том году хотела, но не смогла, потому что мне было страшно. Потом посмотрела, вроде все легко и просто, и решила в этом году участвовать. Еще одна участница, Алина Конкина, учится на первом курсе техникума. Узнав о конкурсе красоты, девушка без колебаний решила принять в нем участие. С подготовкой ко всем испытаниям Алине помогали ее одногруппники и друзья. У меня своя группа, которая со мной рядом и в визитке, и в конкурсе, и в это время все мне помогало. Поддержка друзей, тщательная подготовка и уверенность в себе помогли девушке завоевать титул «Мисс СПТ-2019». Все остальные участницы получили почетные титулы и награды. Только приветствие, другого шанса проявить себя и доказать, что они самые смешные, не было. Команда КВН Ядерного центра в разработке приняла участие в фестивале клуба веселых и находчивых Центральной лиги по Волжье в Уфе. По итогам конкурса команда вышла в 1-8 финал, который пройдет в апреле в столице Чувашии. Свою КВНскую карьеру Константин Милентьев начал несколько лет назад. Его первая команда состояла всего из трех человек. На одной из игр Саровской лиги клуба веселых и находчивых команду Константина заметили сотрудники Ядерного центра и предложили ребятам попробовать свои силы в новой сборной. В команде в разработке играем два года. За это время мы успели поиграть в Нижегородской городской лиге. Там дошли до финала. Потом съездили мы на фестиваль в Сочи. С фестиваля в Сочи нас пригласили в как раз в Центральную лигу по Волжье, где мы сейчас и играем. Вот до днях произошла игра в Уфе. Фестиваль мы прошли в 1-8. Для того, чтобы пройти в 1-8 финала, КВНщикам предстояло выполнить несколько условий, написать за день более ста шуток и показать все свои наработки редакторам. После этого принималось решение пропускать команду на следующий этап фестиваля или нет. На редакторе, который проходит, мы приезжали в Уфу на четыре дня. Была у нас утренняя и вечерняя редактура. То есть каждый раз приносили практически новый сценарий с новыми шутками. Вырезалось 70-75% материала, которого мы писали вообще. Всего в первом этапе фестиваля приняло участие 30 команд. В 1-8 финала прошли 22. Эти команды разделят на 4 группы. В каждой из них выявится победитель, который пройдет в четвертьфинал. Большая конкуренция команду КВН в разработке не пугает. Ребята настроены решительно. Они готовят новые шутки и подбирают музыкальный материал. Весь материал, шутки, отбивки, музыка, реквизиты и прочее, это все придумывается, старается заранее. Естественно, не всегда так получается. Отбивки – это всегда заранее все нарезается, чтобы музыка звучала очень четко. Потому что музыка – это половина, даже больше успехов в КВН. И выбор отбивки зависит не только от темпа или качает. Еще иногда зависит от того, какой стиль у команды, какой концепт она показывает. Следующий этап Центральной Лиги КВН по Волжье пройдет в апреле в Чебоксарах. Хореографический коллектив Центра культуры и досуга вне ВГЕЛа под руководством Инны Нуждиной стал лауреатом пятого открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Мы, дети, твои, Россия». Диплом лауреата в первой степени саровчанки получили в трех номинациях. Участники коллектива были награждены специальным призом. Синхронные движения и одновременные плавные перестроения во время танца. Хоровод под музыку подмосковных вечеров Инна Нуждина поставила в стиле легендарной березки. Особенность этого танца в том, что во время исполнения нужно держать спину прямо. Двигаются только ноги и руки. Руки, допустим, медленно ходят, а ноги быстро. Очень быстрые мелкие шаги на полупальцах. Ну и еще самый секрет этого танца в том, что в этих сарафанах обручи вставлены. Еще один из важных элементов этого танца – реквизит. Народные костюмы стилизованы под хохлому, а воздушные пелерины создают эффект легкости и невесомости. Все репетиции хоровода проходят только в костюмах. Девушки учатся работать с непривычным реквизитом и отрабатывают каждое движение, чтобы не задевать друг друга и не ломать рисунок танца. Отрабатываем, куда взгляд у людей направлен. Если хоть один человек отвернулся, кокошник повернулся в другой плоскости, вообще уже не тот эффект. То же самое с руками. Хоть у одного рука чуть ниже или чуть выше уже нету вот этих чистых линий. И вот это именно красоты хороводные. Плавные перемещения во время танца участники жюри сравнили с движением на колесах. Под длинным сарафаном не видно, как двигаются ноги, но для нашего канала солистки сделали исключение и показали, как достигается эффект плавных перемещений. На самом деле поначалу было очень тяжело, потому что непривычно, и мы очень уставали, а потом мы натренировались, и сейчас спокойно так ходим. Хореографический коллектив «Гелла» на фестивале детского и юношеского творчества «Мы дети твоей России» трижды стал лауреатом первой степени в народном, современном и сольном танце. Ксения Житкова представляла на фестивале сольную композицию. Это была премьера танца, и девушка не рассчитывала на такой успех. Это всегда волнительно, прям стояла за кулисами ух. Ну, очень быстро номер проходит, когда особенно быстро включаешься в номер, так все незаметно быстро проходит. Я вот уходила со сцены прям счастливая, довольная. Из пяти номеров, представленных на конкурсе, три были отмечены как лучшие в своих номинациях. К тому же танцевальный коллектив «Гелла» удостоился специального приза. Участницы получили приглашение на международный конкурс хореографии «Иксдэнсу Македония». Жизнь без шока. Активисты городского клуба волонтеров «Инсайт» провели в торговом центре «Атом» акцию, посвященную пропаганде здорового образа жизни. В форме интерактивного занятия добровольцы рассказали посетителям о вреде пагубных привычек. На специальном баннере каждый желающий мог написать свой ответ на вопрос, что такое здоровый образ жизни. Подробности в следующем репортаже. Центральным событием акции, которую привели волонтеры «Инсайта», стало химическое шоу. Взрослые дети с интересом наблюдали за ходом экспериментов, которые демонстрировали, как вредные вещества попадают в организм человека. На химических шоу очень наглядно можно показать, что, например, происходит человек, когда он употребляет вредные вещества, вредные бактерии, в пищу или еще как-нибудь их употребляет. Главный вопрос, который задавали волонтеры посетителям торгового центра, что такое здоровый образ жизни. Для того, чтобы собрать как можно больше ответов, установили баннер, на котором любой желающий мог написать свое мнение. Могут описать, какой их здоровый образ жизни, что по их мнению здоровый образ жизни. Это отказ отрядных привычек, это бегать по утрам, просто гулять, заниматься спортом и так далее. Еще одна большая социальная цель, которую преследует волонтеры «Инсайта» с помощью жителей города – составить перечень самых главных человеческих ценностей. Сейчас мы разрабатываем линию баннеров, которые будут социальными, которые будут располагаться в нашем городе, где как раз эти ценности будут представлены. То есть важная ценность жизни – спорт, важная ценность жизни – культура, важная ценность жизни – семья. Это будет такая вот, так сказать, серия таких баннеров, которые как раз будут и транслировать, какие же ценности у нас в городе, у наших людей, у наших саровчан. За час мальчишки и девчонки из «Инсайта» успели опросить несколько десятков человек. Все полученные данные ребята обработают, и самые лучшие высказывания появятся на баннерах, которые украсит улица Сарова уже в ближайшем будущем. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин